Здарова, народ! В этом выпуске у нас королевский танк, британская десятка средняя, Центурион Экшн Икс. Что из себя представляет этот танчик? Внешне он довольно-таки прикольный местами. Люблю танки, которые имеют какие-то более современные черты танчиков, такие как СТБ-1 или Центурион Экшн Икс. Что-то в них там есть, мелочи какие-нибудь, которые их отличают от устаревших каких-то ведер. Ну вот один красивый танчик в игре апнули, а второй почему-то забыли. Ведь этот танчик довольно-таки неплохой был раньше, а сейчас про него все забыли, особой популярности у него нет. И видимо апнут его не скоро. Наверное когда вообще полностью забудут про него. И чтобы хоть как-то о нем напомнить, апнут ему хоть что-нибудь. А на мой взгляд этот танчик требует апа для того, чтобы быть конкурентом тому же СТБ-1. Но сейчас Центурион не может находиться в своем геймплее и вынужден играть в чужом. И там он далеко не самый лучший. Сейчас расскажу почему. Итак, для начала. У СТБ-1 практически везде во лбу башни броня плюс-минус 300. Есть там место где 260. Ну и в принципе ватный лючок на голове маленький. Что касаемо Центурион Экшен Экс. Во лбу башни практически везде броня 250-260. И только небольшие щеки имеют броню в районе 300. Также крыша большая ватная и лючок тоже большой ватный. Вот и получается, что в геймплее активном игры от башни СТБ-1 на голову выше, чем Центурион Экшен Экшен Экс уже по броне. Поскольку выезжая на Центурионе Экшен Экшен Экс от башни, вам в эту башню и будут напихивать. Кто-то в лючок попадет, кто-то в крышу, а кто-то просто пробьет вам лоб башни. Поскольку любая девятка, ПТ-восьмерка или десятка, которая зарядит голду, она просто лоб башни вам вынесет насквозь. И уже что-то не хочется играть от башни, потому что зубы вылетают быстрее, чем ваши снаряды. И если вы поехали на Центурионе где-то играть от башенки, вам в эту башенку напихали и потом вы едете заниматься тем геймплеем, в котором Центурион сейчас вынужден находиться. Где короли другие, такие как Леопард и Прожетта. Они сейчас на голову лучше смотрятся как танки, которые покемперить и танки поддержки, чем Центурион Экшен Экс. За счет орудия, потому что пушка у них точнее, стабилизирование и лучше там сведение. И вот и получается, что наш королевский танк какой-то не такой уж и королевский. Сведение вроде бы хорошее, но не молниеносное. Точность вроде бы хорошая, но вдаль попадает танк не так уж и часто. Стабилизация тоже имеется, но на средней и дальней дистанции она слабо помогает. А в ближнем бою, если мы играем от башни, башня просто трещит по швам. И чем же заниматься на этом танке? Пользоваться динамикой, которая тоже не самая выдающаяся, но танк ездит довольно-таки хорошо. Быстро разгоняет свою не самую большую максималку и хорошо носится по карте. Нужно носиться по всей карте и пытаться наносить урон любыми способами танкам, которые подставляются. Больше этот танк не может ничего. Иногда просто крупицы геймплея игры от башни, и то выглядят они на этом танке довольно-таки слабенько. Вот в принципе и все, что вы можете делать на этом танке. Также еще из минусов здоровенный ватный корпус. В ЛД там 120 мм, если стоять ровно, за счет того, что наклон какой-то там есть. Если довернуть, брони будет чуть-чуть еще больше, но не на много. В целом такая броня что может танкануть? Восьмерку с плохим пробитием, и то не всегда. Поэтому в корпусе в принципе брони нет. И прятать его нужно всегда, но он такой здоровенный, что не всегда даже рельеф найдешь под эту здоровенную бандуру. Грубо говоря, этому танку как минимум надо залатать лоб башни. И тогда уже в принципе этот танчик смотрелся бы уже хоть как-то. Орудие в целом-то неплохое. 268 пробития, 330 кумулятивом пробития. Урон в целом наносить можно. Вот только бы попадать почаще, если мы геймперим. Или танковать башней почаще, если мы играем в ближнем бою. И тогда этот танчик был бы замечательный. Но нужно определиться в какой геймплей его направлять. Либо мы уже танк поддержки, либо мы агрессивно играем от башни. А то получается, что мы ходим по всему рандому на каждой карте в каждом бою. И милостыню просим, где там шо там, дайте нам урона хоть чуть-чуть. Пустите нас хоть в какую-нибудь дырочку своих оботок приткнуть. Тычечку врагу дать. Дайте хоть что-нибудь нанести. Поскольку планка трех отметок на этом танчике 4000 суммарки. Это не так уж и много, если сравнивать с имбовыми танками. И когда садишься за баранку этого пылесоса играть, понимаешь, почему планка трех отметок всего лишь 4000. Танк нестабильный. Один день ты на нем играешь средуха 3000. Другой день ты на нем играешь средуха 5200. Все потому, что насколько хорошо ты напросил милостыни в каждом бою и наподсасывал уронщика, такой результат и будет. Чтоб ты кого-то приехал и пвп нагнул, такого в рандоме не будет. Чтоб ты приехал, занял имбовую позицию, весь бой с нее всех убивал, такого не будет. Удивительно, что этот танк хотя бы закрепился в середине списка десяток и не упал куда-то в днище, как некоторые из старых танков. На нем все-таки можно принимать участие в бою, но жаль, что этот танчик не такой популярный и никто не плачет, что нужно ему хоть что-то дать. Хотя бы бронирование лба башни. Вот и получается, что наш британский красавец в принципе-то никому и не нужен в ангаре. Никому я этот танк не порекомендую. Он нужен только лишь для одного. Если вы старый игрок, вам нечем заняться и этот танк для вас будет как вызов. Реализовать всратый танк. Хотя есть половина танков, которые хуже. Можно спуститься еще глубже, но тоже непонятно зачем. Что касаемо оборудования на этом танке, все стандартно. Досылатель, стабилизатор, вентиляция. С обзором никаких проблем у этого танка нет. И с другими в принципе параметрами тоже. Если жопой вперед не ездить и корпус пытаться прятать, то боеукладка и баки остаются в танке. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok